Доброго трёмса, друзья, и добро пожаловать на канал Андрея Грини. Пару дней назад мы с вами посмотрели замечательную игру под названием Staxel, но она была на английском языке, и тогда я взялся за её перевод, но, к сожалению, мы записали одну серию, и, увы, перевод накрылся медным тазом при обновлении игры. Но теперь один добрый человек сделал модификацию и занимается переводом игры. Сейчас я вам расскажу, как поставить эту модификацию. Естественно, она не полная, много диалогов ещё не переведено, но работа только на чита. Так что вы на неё подпишитесь, добавьте её в моды и проделайте всё по инструкции. Она будет обновляться, и, соответственно, у вас будет обновляться и добавляться новый перевод в эту замечательную игрушку про строительство фермы. Кстати, можете посмотреть мой первый ролик про неё, нажав на ссылочку в подсказках. Вот сейчас она вам как раз и показана. Ну что, приступим? Сразу скажу, что я не знаю, каким образом можно не на стимовскую версию поставить этот перевод, поэтому мы будем рассматривать именно стим. Нам надо найти нашу игру в библиотеке и открыть мастерскую. Вписывайте в поисковой строке русский язык и нажимайте поиск. Здесь нас интересует вот этот вот перевод, Rusian Staxel. Изначально был вот этот мод, но, как я понимаю, его вроде как забросили, или они объединены свои усилия. В общем, нам нужен именно вот этот вот мод. Просто на него подписывайтесь, но дальше, по идее, нужно провести некоторые определенные действия. Не достаточно просто сделать всё, что они вот здесь вот описали, чтобы получить, так сказать, полное наслаждение от игры. Нам надо будет ещё поморочиться немножко со шрифтами. Далее мы запускаем игру и заходим в опции. Здесь выбираем последнюю вот вкладочку, Rusian, и запускаем. И что мы видим? Видим вот такие вот убогие шрифты. Нет, вы можете, в принципе, играть и так, но лучше провести некоторые манипуляции и получить более-менее адекватные шрифты, потому что здесь, ладно, ещё можно мириться, а в игре получится не очень айс. Для игры переводчик рекомендует использовать шрифт Avdira. Чтобы вам его долго не искать, я оставлю ссылочку на Яндекс.Диск, где он будет залит в описании под видео. Вы его скачиваете, получаете вот такой вот файлик, копируете его, заходите в папку с игрой. Это у меня Steam Apps, Come on, Staxel. Дальше нас интересует папка Content. Здесь папка Staxel, затем папка Fonts, и сюда мы вставляем наш файлик. У вас его здесь не будет, я его, соответственно, копирую с заменой. Дальше нам надо вернуться в папку Content и открыть папку Mods. Заходите здесь Rusian Staxel, ru.ru, и открываете вот этот вот файл ru.ru.lang. В любом текстовом редакторе, ну, я использую Notepad+, вы можете открыть его просто блокнотом. После вот этого вот Language Russian нажимаете Enter и вписываете вот такую вот строчечку. Для вашего удобства я оставлю эту строчку под видео в описании рядом со ссылкой на сам шрифт. Точно так же вы можете добавить вместо Авдиры любой другой шрифт, просто разместив его в той папке. И вот здесь вот поменяв название файла на, соответственно, название другого шрифта. Затем вы сохраняете этот файл и выходите больше, здесь ничего не меняете. После этого мы снова переходим в папочку Staxel. Дальше нас интересует папка Bin. И здесь мы запускаем Staxel Content Builder. Здесь нас интересует только одна кнопочка, вот эта вот верхняя. Нажимаем ее и ждем, пока завершится процесс обработки. Игра проверяет все новые файлы и делает так, чтобы они оптимально работали. Все, теперь мы закрываем и запускаем нашу игру. Вуаля, у нас все получилось. Теперь у нас все на русском языке. Единственное, что разработчики пока еще занимаются диалогами. И на самом деле, по моему мнению, самое важное пока еще не переведено. Но в ближайшее время, я думаю, что появится перевод. Так что ждем. Я надеюсь, что видео вам было полезно. Заходите, смотрите другие мои ролики. Подписывайтесь на мой канал. И я думаю, что вы не пожалеете. С вами был Гринни. Всего доброго. Всем пока и отличного настроения. Субтитры сделал DimaTorzok